Если у вас будет, что называется, 4К, то там, да, побольше мегапикселей. Но для Full HD вполне достаточно 16.1. А вот эти вот сейчас появились маленькие камеры GoPro. GoPro замечательная камера. И у них там уже 4К там есть. Ну GoPro Black Edition, да, вы? Да, да. Я собираюсь ее покупать, мне очень понравилась. Очень понравилась камера. И она и RAW снимает, она и... Что, как это RAW? Как это RAW? Так, RAW можно снимать. Black Edition. Новая Hero 3 Black Edition. Да вы что, RAW снимаете? Да, там снимаешь на тройке. Качество обалденное. Обалденное качество. Единственное, что у меня, конечно, не очень, что там чувствительность. И никак они не могут выйти вот за это низко. Там, где ярко, там получается шикарно. Ну да, когда освещенность хорошая. Резкость удивительная. Вот для съемок, вот у нас... Вечером там, при фонарях вообще. Вот она любит ездить. Black Edition, наверное, огромное качество сумасшедшее. Я скажу сегодня. Black Edition Heritage. Если запомните. Это очень хорошая качество, действительно. Она вот такая, вот такая кусочка. Вообще романс. Да. Там можно ставить разные объективы. И самые широкие поменьше. Сколько она стоит? 400 долларов. И что, там объективы сменные, да? Да. Да, там можно менять разные объективы сменные. Уже опция есть такая, или... Они, по крайней мере, это декларируют. Потому что на второй, там, можно было таким, ну, как бы способом сам откручиваешь, и там дальше настраиваешь. В общем, они, по крайней мере, так декларируют. Поэтому вот эта камера нам нужна, ЕА-50. Только для того, чтобы... Да, и обязательно, если вы будете смотреть, надо обязательно цифру К, букву К в конце еще. О, нет, извините, H, 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 K, ни в коем случае, H. Почему управление оптикой гораздо лучше с H, чем с K? Такая там какая-то примочка. И это стоит немного, там, 6 тысяч дополнительно. Зато вы хорошо управляете... То есть там этот рычаг есть, да? Да, да, да. Вот когда вы на видеокамере, когда вы управляете оптикой, у вас вот здесь вот, да, под рукой, помните, да? Очень хорошая штучка. Очень удобная, да. Она сидит на плече, камера. И здесь вы поддерживаете. И здесь очень удобно. Очень удобно. Ну, потому что все эти Nex... Вот у меня же первая Nex была, VG-10, ну, которая как камера, которая... Да, да. Ну, она первая вот, первая, которую они начали вот с этой Super 35. VG-30, я думал, покупать VG-30. Не, ну да. VG-90 тоже мне не понравилось. Так у них эти фотообъективы, они же... Да, 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 большие матрицы. Этим они и купились. Вот, Ваша Костомаров тебе VG-10 купил. Тоже? Да, да. Она такая. Не, ну не менять же их каждый год. Она не больше, чем ваш Моносоник, чуть-чуть побольше. VG-10. Ну, вот у меня такая, снимаю до сих. Ну, у них как бы, да. Ну, она, понимаете, вот как-то вот... Ну, она уже устарела, тоже все же вперед идет. Она биологически мала. Вот все-таки камера должна быть не менее полтора-два килограмма. Да, конечно. Чтобы все-таки это... Ну, тоже надо на риг ставить и... Иначе, вот, вы знаете, раньше говорили, что сколько человек может поднять руку там? Ну, там, сто раз. А вот с гантелей там выясняется 90. А просто так или спичку? Сколько ты можешь спичку поднять? Так и здесь. Вы будете ходить с этой камерой, которая весит полкилла. Вы так же устанете даже хуже, чем если у вас будет некая вещь, которую вы себя как бы встроите. Этим килограммами. Вы их ощущаете. А этот вес, вот как, к сожалению, камера Panasonic маленькая. Она очень маленькая. Вот ее сделаю сейчас больше, это уже хорошо. Вот вы пожмете, как вам удобно. С этой с рамкой или вот с этой? Ну, с рамкой удобно. С рамкой удобно. Вы, как же, берете за рамку? Рамка не удобная. Вы остались.